В Когалыме стало на два счастливых ребёнка больше. Речь идёт о всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Она заключается в том, что люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Так, 8-летняя Полина и 13-летняя София давно мечтали побывать на настоящей конюшне, чтобы покормить лошадей. Их желание исполнилось. А младшая из девочек, оказавшаяся ещё и самой смелой, даже прокатилась на лошади. А перед этим покормила свою новую подругу. Впрочем, одними лошадьми знакомство девочек с животными не закончилось. На конюшне живут пони, куры, мраморные лисы и кролики. С ними также удалось пообщаться. Хотя, конечно, самое большое впечатление произвели всё же лошади. Я это умница. Я таких храбрых девочек мало видела. Сразу нам понравилось предложение этой конюшне, потому что тут много животных, я знаю. И Полина очень любит сконтактировать с животными. Ей нравится гладить их. Ваховские лыжня стала настоящей тропой здоровья для местных пенсионеров. Решив, что активное долголетие – это их тема, ветераны лыжного спорта каждый день преодолевают по 3, а то и 5 километров по лесу. Говорят, что такая активность гарантирует им бодрость духа и повышение жизненного тонуса. Участникам прогулок по 60, 70 и даже 80 лет. Среди них есть и те, кто когда-то занимался лыжным спортом всерьёз. А есть и такие, кто только-только обзавелся новым увлечением. По негласному правилу, к спортивной базе пенсионеры приходят в ритме скандинавской ходьбы. Здесь меняют инвентарь и в путь. Впрочем, в эти дни пенсионеры в Аховска бегают на лыжах не просто ради удовольствия. Многие из них готовятся совсем скоро выйти на лыжню России. Я с детства, я в первом классе ходила на лыжах и в соревнованиях участвовала. Так что у меня постоянно любовь к лыжам. Мне уже 72 года, скоро 73 будет. Я не могу не ходить. Лыжи у меня дома. Ещё в прошлые годы я в соревнованиях участвовала. Разные были руководители. Но вот я как домой взяла лыжи, так они у меня есть. Я из дома хожу. В Кандинском районе взялись за пошив спальных мешков. Педагоги и студенты Междуреченского агропромышленного колледжа сбором гуманитарной помощи занимаются уже давно. А сейчас решили самостоятельно выполнить запрос мобилизованных югорчан и добровольцев. Купили всё необходимое, раскрыли ткань. Вот только подходящих швейных машинок в распоряжении колледжа не оказалось. Выручили в местной швейной мастерской. Когда узнали, что мобилизованным югорчанам нужна помощь, откликнулись, не раздумывая. Сейчас универсальные спальные мешки, тёплые, непромокаемые, готовы. А в колледже уже ставят новую цель. Здесь планируют взяться за пошив тельняшек. Наше вложение хотя бы, конечно, частичка какого-то труда. Мы надеемся, что нашим парнишкам это всё будет только для пользы. Когда мы и стали, ребята, уходить, мои бывшие выпускники, первое время не могла себя найти. А потом вот нашла в этом раз. Там не можем и здесь. В Сургуте пенсионеры со всего округа будут соревноваться в компьютерной грамотности. С 20 по 25 февраля в городе пройдёт региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Чемпионат проводится в номинациях «Работа на смартфоне», «Работа в поисковой системе Яндекс», «Финансовая грамотность в цифровой среде». Ещё одну номинацию учредили дополнительно. Она называется «Лучший результат среди лиц с ограниченными возможностями здоровья». Всего на чемпионат приедут 26 участников из 22 муниципалитетов Югры. Продолжение следует...